Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Всем доброе утро! С вами утренняя разминка. Зарядитесь на целый день положительной энергией. Сегодня у нас будет комплекс для бедер, крупных мышц бедра и ягодиц. Начнем! Присед в сторону. Раз, два, три, четыре. Порции. Два, три. Собрались. В сторону. Еще один. И с другой ножки. Молодцы! Чувствуем, как у нас горят ягодички, крупные мышцы бедра. Два, еще один. И в другую сторону с разворотом вернулись. Еще один. И в другую сторону. Ножки горят уже. Еще один. В сторону. Раскрываем стопы. Четыре. Три. Два. Один. Молодцы! Вдох. И выдох. Всем удачного дня. Пока-пока. Пока-пока. В повседневной жизни мы вечно куда-то спешим, приходя с работы в таком же ритме и продолжаем готовиться к вечеру айгуль. Это точно осели, поэтому даже шеф-повара придумали для нас необыкновенные торты, которых можно испечь даже в сковородке. А мы вместе с нашими дорогими телезрителями с удовольствием посмотрим на этот рецепт. Приятного просмотра! Наш торт состоит из восьми коржей и крема между ними. Вообще все ингредиенты в целом очень простые и недорогие. Мне кажется, что они должны быть у каждого дома, но если нет, то вы можете их купить в ближайшем магазине. Первым делом мы займемся тестом, для этого мы просеем муку. Сейчас в муке мы добавляем яйцо, сгущенку, вот она уж точно должна быть у каждого студента, и гашеную уксусом соду. Я замесил тесто, оно получилось у нас вот таким твердым и упругим. Сейчас я разрежу его на восемь частей, раскатаю коржей и с помощью тарелки вырежу красивые аккуратные кружочки. Наши коржи готовы, получились они вот идеально ровными. Сейчас мы их будем обжаривать на сковороде на медленном огне. Также важно заметить, чтобы сковорода была абсолютно сухой. Наши восемь румяных коржей готовы. Теперь мы дадим им немного остыть, а в это время мы займемся вкуснейшим кремом. Для этого нам понадобится не обычная уже, а вареная сгущенка и сливочное масло. Мы добавляем вареную сгущенку в нашу пиалу. Выглядит не так аппетитно, как на вкус, но будет очень... крем получится шикарно. И теперь все это нам надо будет перемешать сюда однородной массы с помощью венчика. Приступаем. Наш крем готов, получился он вот такой вот густой. Попробуем. Крем очень вкусный, низкокалорийный. Сейчас мы возьмем еще одну тарелку. Мы будем смазывать вот такой вот специальной лопаточкой наши коржи. Если у вас ее нет, можно воспользоваться обычной столовой ложкой. Смазали, переложили на тарелочку, собрали торт. Затем мы отправим его в холодильник на 30 минут остывать. И затем уже будем кушать. Итак, наш торт готов. Он пропитался. Будем пробовать. Выглядит довольно аппетитно. Попробуем на вкус. Как и ожидалось, торт получился очень вкусным. Как мы помним, низкокалорийным. Придя с работы оселим мы, в первую очередь, одеваем наши любимые домашние тапочки, которые, в свою очередь, придают некую атмосферу комфорта. В этом я с тобой полностью согласна, Айгуль. А вот какие бывают виды и разновидности домашних тапочек, расскажет наш следующий видеосюжет. Внимание на экран. По гениальному замыслу великого французского Шарля Перо, его золушка спешила на свой первый в жизни и такой желанный бал в мягких домашних туфельках, подбитых саболином меха. Она почти парила над землей. Ей было легко и комфортно. И за это ее полюбил принц неземной красоты. Уже потом, спустя много лет, начали доказывать то, что ее башмачки были из хрусталя, а не шелка и меха. Мы же в минутах уюта уверены на 100% в том, что только в удобной домашней обуви можно чувствовать себя действительно уютно, быть в гармонии с собой и бесспорно вызывать восхищение окружающих. Правда, для этого действительно нужно постараться и выбрать пантуфли, достойные королевы, ну или короля, или маленького принца. Благодаря разной конструкции можно выделить несколько видов комнатной обуви. Шлепанцы – самая масштабная группа домашних тапочек. С годами усовершенствуются модели, меняется декор. Но принцип конструкции остается. И главное достоинство шлепанцев в том, что их очень легко надевать и снимать. Закрытые шлепанцы – разновидность шлепанцев только с задником. Как правило, изготовляется из более плотного материала, чем открытые модели из войлока или шерсти, предназначенные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или же просто пожилого возраста. Комнатные сапожки – это тапочки, действительно имеют внешность сапог, но изготовлены из более простых дышащих и легких материалов – трикотажной ткани, шерсти, велюровых ниток. Домашние обувь 3D – тапочки в форме разных зверюшек, мягких игрушек, войлочных машинок и героев. Сказок стали популярны еще в 90-х годах. Тапочки-носки или пинетки. По конструкции пинетки – это те же носки, только в несколько раз толще, чем обычный трикотаж с подошвой, тонкой кожи, замш или более плотной вязкой с использованием силиконовой нити. И существует множество, множество еще вариантов. Но определиться с тем, какими должны быть именно ваши тапочки, чуть ли не главная задача в процессе выбора. Ведь с этим предметом домашнего быта вам придется делить сладкие минуты пробуждения, отдавать им частичку тепла и минутки предрассветных снов. С ним пить утренний кофе и вечерний чай, отдавая в его уютные объятия свои усталые ножки. Мы нередко после пиршества выбрасываем ненужные нам бутылки, хотя можно придумать что-нибудь необыкновенное из них. Это точно осели, поэтому мы приготовили некий мастер-класс, который покажет нам, как приготовить из обычной бутылки необыкновенную и очень красивую вазу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а сейчас, дорогие телезрители, наши несравненные детки-конфетки развеселят вас и отвлекут от домашних дел. Глотает разные конфетки, шоколады... А если кто-то попросит шоколад... Горький вкус необычный... Сладкий, сладкий... Горький вкус необычный... Горький вкус необычный... Его любят дети... Все любят дети... Шоколад очень сладкий... Шоколад это, шоколад это, это, например, мешает его так, и потом, и потом вложит, и потом вложит с обветкой, не с обветкой, а бумажкой, то есть. Шоколад это, ну это, сладкий, сладкий и вкусный, вкусный, шоколад что-то вкусный. На днях проходила в областной филармонии конференция «Роль женщины как основы гармонии в семье и в обществе». Хочу отметить одно, Игуль, что на этой конференции были проведены итоги за 2016 год. В Уральске состоялась итоговая областная конференция «Роль женщины как основы гармонии в семье и обществе». Мероприятие организовано Западно-Казахстанским областным общественным объединением «Союз женщин при Уралье-Умыт». Мероприятие состоялось в областной филармонии именно Курмангалиева. Основная цель общей школы женского лидерства – это подготовка женщин-лидеров для работы в политике, в экономике и бизнесе. Почему мы обращаем на это внимание? Потому что мы все прекрасно знаем, что в 2006 году была разработана и утверждена указом президента стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы в Республике Казахстан. Этой стратегией подразумевается 30-процентная представленность женщин на всех уровнях власти, то есть во всех тех органах, которые принимают и ответственны за принятие решений. Школы женского лидерства были организованы в 2010 году по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан для оказания и содействия развитию женщины как лидеров в разных сферах деятельности. Конференция приняла участие порядка 120 женщин со всей Западно-Казахстанской области. Мне хочется выразить слова благодарности всем организаторам, кураторам школы женского лидерства, потому что очень много участников было со всех районов области. Они открыли глаза на какие-то вещи, поняли, что можно добиться очень многих высот и очень многие поменяли свое мировоззрение, начали шире размышлять, ставить новые цели, задачи. История нашего замечательного города Уральск просто завораживает, Айгуль. Это точно. Сель возьмем, к примеру, мемориал с вечным огнем и стелой. Находясь на этой площади, чувствуется необыкновенная атмосфера того времени. Проходя мимо стелы, город Уральск невольно хочется пройтись по площади и отдать дань уважения героям гражданской и Великой Отечественной войны. Сама же белая конструкция стела величественно смотрит в небо. 50-метровый памятник по замыслу его авторов предоставляет собой два гигантских знамени, как бы символизирующих преемственность двух героических эпох. Но если перенестись в историю, то в 1941 году Западно-Казахстанская область занимала территорию 1051 тысяча квадратных метров. Проживало порядка 381 тысяча человек. Из них более 76 человек участвовали в Великой Отечественной войне. На территории области действовали 15 районов, 29 совхозов и 231 колхоз. Более 50 предприятий были построены на военный лад. В наше время, а именно в 1980 году, в Уральске же был открыт мемориал славы бойцам, павшим гражданскую и Великую Отечественную войны. У подножия Стеллы был зажжен вечный огонь, который эстафеты доставили из города Волгограда. С Мамаева курганы лучшие спортсмены при Уралье. Вечный огонь, доставленный с Мамаева кургана, был зажжен героем Советского Союза Коняхиным и участником обороны Уральско-Импагамбетовым. Мемориальный комплекс находится под государственной охраной местного значения, как памятник истории. И пусть наш мемориал славы будет вечным напоминанием нам о нелегком времени и в то же время героизме, силе духа, народа и единства. Пусть наше подрастающее поколение, прогуливаясь по этой прекрасной площади, не забывает о том времени, ведь не зная прошлого, сложно создать настоящее. Смена сезона – это смена стиля в одежде, а также в прическах. Да, ты права, Игуль. Смена нашего гардероба, ко всему прочему, не помешала бы поменять цвет волос на актуальный. Еще в древние времена девушки стремились изменить цвет своих волос, используя различные народные рецепты. Сегодня индустрия красоты предлагает широкий ассортимент средств. На полках магазинов и салонах красоты стоит множество красок, всевозможные тонизирующие бальзамы и шампуни, а также оттеночные муссы. Окрашивание волос – процедура, пользующая большой популярностью среди представительниц слабого пола, с помощью которой можно легко преобразить свой внешний вид, поднять настроение и самооценку. Для окрашивания рекомендуется использовать профессиональные краски, продающиеся в специализированных магазинах или парикмахерских. В подобных средствах снижена доля аммиака и увеличено количество ухаживающих и пигментирующих компонентов. Самым простым и надежным способом изменить цвет волос считается визит в косметический салон к колористу. Особенно это касается сложного окрашивания. Благодаря опытному мастеру ваши волосы приобретут ровный и желаемый цвет. Непосредственно перед самой процедурой необходимо проверить кожу на аллергическую реакцию. Достаточно распространенной является ситуация, когда даже после тщательного подбора краски, получившийся в итоге цвет не оправдывает ожиданий. Чтобы обезопасить себя от подобных неурядиц, проведите тест. Для этого разведите в фарфоровой чашке немного краски, чтобы хватило для окраски одной пряди. Приходите в центр эстетики омоложения Мерлил и мы преобразим ваш внешний вид, поднимем настроение и вы будете неотразимы. Мы находимся по адресу ТРК Сити-Центр, первый этаж или звоните по телефону 30 10 10. А мы напоминаем, дорогие телезрители, что все сюжеты передачи «Доброе утро» вы сможете посмотреть на нашем сайте ТДК 42. А мы напоминаем вам о том, что вместе с вами были Айгуль Турчбаева и Асиль Рахметова. Мы желаем вам позитивного дня. Отличного настроения и до скорых встреч! Овны проведут этот день очень продуктивно. Вам удастся закончить все свои проекты и порадовать начальство. Ваш босс может высоко оценить результаты ваших усилий. Тельцы сегодня будут чересчур любопытны. Вам будет интересно все, особенно личная жизнь коллег по работе. Постарайтесь не вторгаться нагло в чужую жизнь. Близнецы же будут максимально оригинальны. Есть вероятность, что вы придете на работу в странном наряде или с экстравагантной прической. К счастью, искренние коллеги укажут вам на все ваши ошибки во внешности. Сегодня Раков ждет комфортный и гармоничный день. Вы просто сможете наслаждаться жизнью и своими философскими рассуждениями. С сегодняшнего дня следует перенести любые новые начинания и проекты у львов. Окружающие люди могут не понимать все ваши пристрастия. Девам же захочется физической активности и спорта. Вы можете даже приобрести подписку на модный и престижный спортивный зал. Весам сегодня удастся сделать очень выгодное приобретение, которым захочется похвастаться перед друзьями и близкими людьми. Сегодня скорпионы могут нажить себе нового врага. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, иначе проблем будет не избежать. Сегодня стрельцам стоит прислушиваться к советам окружающих. Не начинайте кричать, если друзья говорят вам нелицеприятные факты. Вам нужно узнать о реальности. Козероги могут раскрыть свои личные секреты. В вашей жизни появится очаровательный человек, которого вы сразу запишите себе в друзья. Если у вас что-то не получается, не бойтесь обращаться за помощью к своим друзьям и коллегам. В таком случае вы будете проще смотреть на любые трудности. У рыб день не выделяется ничем особенным. Днем работы, вечером сериал и разговоры по телефону.